всем привет! будем сегодня клапана ставить в рамках весеннего ТО. посмотрим насколько убежали, что случилось за год с мотоблоком. видео про регулировку клапана уже было, не одно. можно посмотреть, но напомню, что поставить надо сначала перед регулировкой поставить маховик, поршень, то есть верхнюю мертвую точку. делать это надо на холодном моторе. клапана регулируется на холодном моторе, потому что это тепловой зазор мы будем регулировать, регулируем на холодном моторе. чтобы поставить поршень в МТ, крутим маховик, декомпрессор стоит как и должен быть, ничего туда подсовывать не надо, нажимать его не надо, просто крутим маховик. вот начал он сопротивляться. если он начал сопротивляться, значит поршень пошел вверх, сейчас он внизу пошел вверх на такт сжатия. открываем декомпрессор и подводим метку в МТ к метке. ну кто мой блог смотрит, тот знает, что у меня нанесена своя метка, потому что заводскими пользоваться неудобно. вот я ее начертил, чтобы виднее было и ставлю против вот этого черного кожуха. поставили и зафиксировали. делаю я это магнитиком. вот в таком вот положении риска в МТ против черного кожуха. покажу чтобы было понятнее. вот так вот поршень стоит в МТ. пойдем заниматься клапанами. ручка на 13. сняли гаечку. опять же на холодном двигателе. на горячем клапана не регулируется. сто раз повторяешь на холодном двигателе, на холодном двигателе и все равно кто-то спрашивает на горячем или на холодном. гаечка благополучно улетела вниз. где-то там уже под мотоблоком. придется ее найти куда она там упала. это как обычно издержки производства как я говорю. снимаем крышечку. которая ясное дело прилипла. сниматься не хочет. надо помочь значит. помочь вот так. легонечко постучали. она отошла и аккуратненько ее сняли. если не порвем прокладку будем вообще молодцы. вроде не порвали. второй раз я снял и не порвал. обычно рву. прокладка тут уже полное дерьмо. вот она уже если он полезла. дырки. прокладку придется сделать новую. имеем клапанный механизм во всей красе. проверяем правильно. поставлю в мт. есть зазор. есть зазор. значит в мт поставили правильно. некоторые люди ставят клапана не на точки в мт такта сжатия. а на точки в мт такта впуска. то есть когда идет перекрытие клапанов. видео по этому поводу было. что такое перекрытие клапанов и как по нем ставить. можно посмотреть. я ссылочку внизу поставлю. постараюсь оставить если не забуду. но то в корне неправильно. как в одном видео смотрел и прислал мне один подписчик прокомментировать видео. я его на общий обзор не ставил конечно. чего там человека ходить. но вообще человек делал в корне неправильно. он ставил на перекрытие клапанов. когда оба клапана нажаты. чуть-чуть отводил маховик. отпускался один клапан. он его регулировал. потом в другую сторону маховик крутил. отпускался другой клапан. он его регулировал. так делать в корне неправильно. потому что провернет на 180 градусов и зазоры в клапанах будут очень большие. поэтому у мотора есть два в мт. одно в мт. на такте впуска. одно в мт. на такте сжатия. так вот вам надо именно в мт. такта сжатия. то в мт. такта впуска вам для регулировки клапанов не подходит. только такт сжатия. не забывайте об этом. иначе ничего не получится. 300 раз смотреть одно и то же как я регулирую клапана не интересно. поэтому будем немножко видео усложнять. переходить на следующий уровень. значит так как двигатель холодный масло густое. то не забывайте выгонять масло из щелей. для этого надо перед тем как регулировать клапана несколько раз провернуть мотор. чтобы масло стерлась так сказать с кулачков распредвала и толкателей клапанов. и вот здесь вот коромысла. их желательно снять. у меня они снимаются. у кого не снимается просто тоже прочистить вот здесь масло. потому что масло создает масляную пленку. будете ставить зазоры. и к зазору к щупу добавится еще зазор масляной пленки. мотор нагреется. получится зазор большой. такой вот нюанс. снимаем два коромысла. я снимаю два. скутать их невозможно. впускной с выпускным. потому что на выпускном есть след от работы декомпрессора. и вытру их аккуратненько тряпочкой. чтобы снять лишнее масло. так почистил я вытер от масла коромысла. это впускной, это выпускной. видно что на впускном есть уже выработка на бойке. поэтому если буду делать зазор сейчас ставить щупом, то к толщине щупа добавится еще толщина этой выработки. то есть глубина этой выработки. щуп плюс глубина выработки. поэтому на старых моторах, который уже поездили много. этот мотор поездил немало. надо ставить клапана. желательно ставить их не щупом, а индикаторной головкой. вот сейчас этим делом и займемся. так ну если вы поставили клапана через некоторое количество времени они опять стали большими. то по этому поводу видео у меня уже было. тоже можно посмотреть почему так случается. ссылку там внизу. так ну клапана находится в пределах допуска. вот покажу впускной щуп 0.25 проходит щуп 0.3 не видно. вот щуп 0.3 не проходит. то есть клапан в допуске 0.25. выпускной щуп 0.3 чудесно. 0.4 сейчас отыщу где он. щуп 0.4 вот так вот видно не проходит. то есть клапана 0.25 и 0.35 в пределах допуска. можно как бы не регулировать. но это показали как щупы. сейчас возьмем индикаторную головку. и посмотрим насколько щупы соврали. ставим наш индикатор на 0. ножку ставим на площадку коромысла. ставим индикаторную головку на 0. и нажимаем с одного конца. нажимаем клапан к пружине 0. 1 сотку показывает. и теперь нажимаем на противоположную часть. на гайку. итого три десятки показывает. тридцать. то есть три десятки. не соврал щуп. все правильно показал. не соврал. и этот клапан в регулировке не нуждается. все значит износа там нет на нем. все как бы хорошо. все чудесно. если щуп соответствует индикатору. значит износу на боке коромысла на торце клапана нет. с этим клапаном все хорошо. ну теперь попробуем посмотреть впускной. что покажет. поставились на впускной клапан. и теперь тоже самое. сначала давим в сторону пружины. потом ставим в обратную сторону. стоит стрелочка на отметке 50. давим. две десятки показал. 2,4. гуляют показания. значит втулка клапана виляет. подбита втулка клапана. каждый раз показывает разный. ну в среднем три сотки на эту сторону. сюда две десятки. в общем так оно и получается. в среднем зазор клапана 0,25. ну как видно показания гуляет. гуляет показания за счет того что подбита втулка. вот уже у коромысла. и дает каждый раз на индикаторе показания разные. раз так коромысла стало раз так. ясно. в общем и тут зазор нормальный. в принципе можно ее поставить немножко меньше на 0,2. что я сейчас и сделаю. 0,25 мне не надо. но втулка коромысла уже подгулявшая. подбитая. так что надо будет за ней наблюдать. и искать ей наверное уже замену. коромысла выпускного клапана. шатается. но это нормально. для китайца миллиметр это не размер. немножко разбито на втулке. но они снова вот такие. вот на впускном клапане коромысла разбито офигительно как. ну вот индикатор сразу и показал что размер прыгал. прыгал. так тут с коромыслом есть проблемы. либо с коромыслом либо с оськой надо мерить. вот с этой стороны еще покажу коромыслу выпускного клапана. бегает он на втулке и как говорится ощути разницу. вот потихонечку надо заниматься этим вопросом по поводу втулок коромысел чем их там можно заменить что и можно сделать потому что можно купить новую запчасть еще хуже чем стояла старая. но пока мотоблок работает нормально. ничего страшно. но эта неисправность конечно будет прогрессировать в дальнейшем. и на нее надо будет обращать внимание как идут дела. и когда она кончится совсем. и поменять ее желательно до того как она кончится совсем. вытер я коромысл от масла. масла теперь там нет. более наглядно видно. потому что масло тоже дает некую толщину. пленка масла имеет свою толщину. вот такая вот фигня может стать целой проблемой. мотор из-за этой фигни. потому что зазор в клапане постоянно меняется. он зажимается до конца. то не отжимается до конца. нажимается больше и меньше. и мотор может работать с перебоями. и в воздушный фильтр могут идти газы. может просто обороты плавать. но скорее всего он будет работать с офигительными перебоями. когда вся эта фигня спрогрессирует до определенного уровня. сейчас мотор работает хорошо. идеально можно сказать. но проблемка уже нарисовалась одна. ее прошлый год не было. то есть мотор уже не новый. семь лет произошел износ. проблемка есть. проблему надо решать. или эта проблема меня накажет в свое время не системной работой мотора. хорошо. будем смотреть что с этим можно сделать в течение сезона. сейчас поедем работать. какой же зазор. печаль. но ничего не сделаешь. спасибо что 7 лет отработал без проблем.